вот с нуля и топить нельзя потому что степа не выдержит ну как же приятно ехать на новой сцепи мечты сбывается так что смотрите чтобы в башку на хрен не оторвал от излишнего давления аккурат процентов 70 своей стоимостью же скину она делает свое удовольствие это при прохождении поворотов на ней в повороты входить это просто удовольствие не гниет только 8 появляется уже больше скрипов сверчков особенно дверных картах вот это есть тот самый камень преткновения конечно после 65 попадаешь другое царство и по стоимости обслуживания эта машина все равно не на каждый день тоже денег стоит я машину обслуживанию я масло меня еще я уже обслуживаю приветствую вас ребята сегодня речь пойдет об автомобиле с премиальной немецкой тройки audi a6 и о том что мечты сбывается мечты сбывается в подтверждение того что наши традиции наши схемы работают с учом когда выходит любой новый автомобиль желательно из премиальных брендов мы всегда смотрим на картинку рекламные визиопосты мы смотрим и хотим купить эту машину мы мечтаем слюна течет глаза выпрыгивают хочется прям но когда машине уже 15 лет исполняется или около этого мужа полны решимости и купить а самое главное мы имеем возможности особенно финансовые потому что машина к этому времени уже так аккурат процентов 70 своей стоимостью уже скинула к этому времени и мы уже спокойно можем себе ее позволить это видео о том то что не так все радужное и весело как кажется потому что несмотря на то что она 70 процентов скидывает свои цены первоначальной но за 15 лет и другие нюансы тоже вас ожидают и сколько примерно вот они стоят и с каким проблемами вы столкнете самое главное сколько придется в нее вложить чего чего а мага наказали предостаточно думаю плейлист и оставлю в описании ссылка на мою телегу соц сети почту вся связь со мной в описании автомобиль вышел 2004 году сменил c5 a6 и это audi это первая audi которая вышла в новом стиле то есть широкой решеткой до этого все были двойные решетки здесь узко ну как на c5 на 8 d2 ну всех audi а 4 b6 потом вот вышла уже а 6 от это широкой решеткой а4 b7 и в рестайлинг 2005 году уже авоську тоже нарядили широкой решеткой на мой взгляд это конечно очень правильное решение очень красиво мне но очень нравится и как показывает практика audi до сих пор в этом стиле остается немного форму меня тоже более застроена на новых автомобилях эти решетки но тем не менее стиль остается прежним как у бмв увеличивается ноздри а у audi шире открывается рот наша машина 2005 года до рестова с-лайн но в нее установлены рестайловые фары ну согласитесь рестовая фара это сразу плюс сток внешки и можно приятно уху слушать звук работы двигателя нету того грохота цепей можно стоять слушал бы и слушал по кузову кузов конечно же не алюминиевый полностью не гниет только 8 у а 6 разумеется крыло крылья и капот алюминиевая все остальное остальное по кардионной устойчивости автомобиль очень хороший тяжело сказать что лучше сопротивляется коррозии а 6 либо пятерка бмв е60 либо 211 mercedes и те и те режиме я видел в принципе но все же audi на мой взгляд в этом плане лучше хотя их я видел рыжими самые первые косяки это задние арки потом не за двери тут под пластиковыми накладками сразу можно видеть некоторых уже выпирает их так что нужно лезть туда если вы увидите коррозию на крыльях там на капоте то то значит что тоже не заводская деталь не алюминиевая а замененная китайская тайваньская любая другая потому что на алюминии жуков врачины быть принципе не может посмотреть и проверить это можно легко с помощью магнита когда вы смотрите подбирать себе автомобиль еще ребят у этих машин были проблемы с порогами по большому счету если конечно вы не налетели от на бордюр там не знаю по персеченке не гоняли и под пенни подсели там люк не поймали то в принципе пороги вас не должны тревожить но конечно возраст берет свое мне нравится от идея вага в пластиковых накладках на пороге потому что я помню тоже ехал через большую лужу и там уже огромное там на две полосы ехал первый раз по этому участку и там был не до конца закрытый люк я проехал левым колесом люк чуть приподнял и он мне по порогу пластиком проехался и к счастью что это пластиковый порог нет две царапины осталось на память просто баллончиком закрасил глянул никаких повреждений а был бы металлический все же разодрала бы краску но были бы уже проблемы не думаю каких решать то есть пластиковые то конечно преимущество и здесь это недочет что касается кузова то хромирной окантовки облизали достаточно быстро в рестайлинге изменили уже эту проблему уже гораздо лучше хром выглядит не так подвергается фактору старения так скажем но вот я снимал тоже а8 d4 там владелец на тогда еще четырехлетнем автомобиле заменил вещь хром на автомобиле потому что он потускнел с возрастом и конечно же даже на рестайловых машинах не везде хром будет в идеале даже везде он будет не в идеале потому что годы берут свое однозначно наш автомобиль как вы уже успели заметить кузове универсал и на мой взгляд он очень хорошо выглядит универсале даже может и лучше чем в седане потому что все гармонично плавные линии нет никаких таких скажем так серьезных просчетов с точки зрения экстерьера потому что если взять вот по шкале на мой взгляд эта машина на первом месте по внешнему виду в кузове универсал на втором месте бы поставил е60 а на третьем уже 211 mercedes 211 mercedes всегда не смотрится четко но а задняя часть в универсал она просто нелепо я бы чуть фонари другой формы сделал а 6 лучше продумано дизайнерами в этом плане и когда автомобиль вышел он обогнал по продажам и 211 и е60 он уложил на лопатки превзошел продажи предыдущего поколения а 6 цепятом кузове он реально установил новые рекорды обогнал конкурентов и 2005 году удостоен звание автомобиль планеты двойной выхлоп тоже добавляет понтов внешнему виду преимущество этой машины то что здесь электрофаркоп то есть внешне он не мешает он не портит картину а в движении это очень хорошее преимущество от тех кто не привык держать дистанцию кто задевался за рулем но так плавно мы подходим технической части пошла история это хорошо репутация это тоже нужная вещь но техническая часть обслуживание автомобиля вот это есть тот самый камень преткновения потому что это автомобиль бизнес-класса и это вносит свои коррективы первое разумеется ходовая спереди сзади на горы чашка и это как говорится не изменить потому что автомобиль должен обладать комфортом для этого и нужны все эти рычаги сайлин блоки и перед их перетряхнуть всю ходовую здесь обойдется недешево здесь уже электро ручник установлен с этих поколений плюс получается задние суппорта нуждается в повышенном внимании потому что многие с электроматорчиками забивали свое время и суппорта просто ржавели клинили и приходилось менять полностью хотя на c5 тоже суппорта текли многих будет интересовать конечно объем багажника но багажник просторный до конца дотянуться уме я могу с трудом поэтому сложив заднее сидение здесь много чего можно реализовать из ваших фантазий еще одна важная вещь что касается универсала я тоже самое говорил когда снимал видео про обслуживание своего автомобиля это конечно по этой кнопки здесь специально уже выемки для рук ваших сделаны и эту кнопку от ноги используют в качестве ручки что открывают и за нее же поднимает я беру всегда сбоку потому что здесь там в этой кнопке два очень тонких провода и они легко рвутся от таких вот динамических воздействий поэтому а поменять отдельно это кнопку нельзя то все один общий механизм так скажем вместе с подсветкой стоит это не дешево как я говорил на сам автомобиль так что лучше не ленитесь испачкать руки купите лучше больше влажных салфеток но открываете багажник правильно 2008 году вышел рестайлинг от изменили фары заднюю оптику бампера с гаммой двигателей поигрались ну как обычно что-то вроде изменили а по сути по большому счету ничего автомобиль все равно остался прежним несмотря на некоторые новшества кстати по передней части автомобиля если у вас проблемы с зазорами это еще не значит что автомобиль бился потому что вот больше касается от двухлитровых и трехлитрового 6 бензинового там нужно разбирать всю морду чтобы заменить грм так основном цепи сзади расположены и как писали официал свое время нужно снимать коробку заваливать двигатель но все равно ноги снимают двигатель полностью и начинают уже менять цепи на снятом двигатель так проще и так же делали с этим автомобилем так что не спешите делать и выводы все перепроверять по двигателям здесь за всю историю устанавливались по дизелям сначала их меньше двухлитровый дизель 2 и 7 3 0 2 литровый это серия 188 и я я рассказывал на своем автомобиле про эти двигатель на посадке большинством 2 и 7 3 0 здесь серия 896 были про 2 и 7 и рассказал на а 5 audi в принципе 2 и 2 и 7 и 3 0 это один тоже двигатель только ход поршня уменьшен и за счет этого по сути два одинаковых двигателя по бензину 2 и 0 тфс и турбовый двухлитровый 200 сильный 2 и 4 в 6 2 и 8 3 литровый в 6 3 0 тфс и 32 и было еще два двигателя 4 2 у нас 3 литровый дизельного 6 бмк его индекс 225 лошадиных сил при 4000 оборотов 450 крутяшки с 1400 до 3250 ровно полковомета 83 поршень хотова 91 и 4 блок чугун алюминиевый гбц 4 цепи грэма расположены задней части двигателя здесь по косякам как таковым разумеется дизель это егр сажевый сажевого здесь не было завода если бы был его давно бы вырезали егры здесь тоже удален и программно и физически заслонки впускного коллектора тоже классическая схема и разумеется грм вообще найти машину с мененым грм невозможно никто не меняет эти цепи везде машины тарахтят заводской разгон 7 и 3 секунды до 100 средний расход но все равно в районе как пишут 11 и 3 по городу но я лично в такую норму не уложился бы по мне все равно 13 она будет жрать у меня в руках но суть в том что наш двигатель чипован здесь 300 плюс 315 320 где-то сил может даже и больше местами 300 точно здесь есть одним словом крутяшки свыше 600 многие здесь могут сказать что 19 и 30 сильный я 188 можно тоже раскачать на 300 сил это выйдет дешевле и то чтобы уже динамику можно получить но здесь двигатель раскручиваться непринужденно то есть стрелки спокойно пляшут как и в стоке все нормально вы этого не замечаете а там терна чувствуется нотки корча любом плане уже начинает заметно мощность за большой турбины нету тупизны на низах и нету рева дикого уже на более высоких оборотах все равно более плана счета сбалансировано меньше мощности на каждый котел меньше тупизны миша тормознутости как я уже сказал никто не будет заморачиваться цепями или всем подобным даже я не говорю про опоры двигателя и некоторым лень опоры двигателями от утверждениях стоит я машину обслуживанию я масло меня еще я мужчина обслуживание да поэтому вам ты все равно придется это делать при покупке этой машины были заменены все цепи успокоитель натяжители все в двигатель был снят и заменен все прави прокладки сальники тоже можно поменять здесь поменяли новое сцепление новый маховик и это все стало в 1720 долларов с любой передачи от в 3000 кручен опрет ну все круто в машине что еще хотите тормоза классно вот когда нет никого можно подзерзить резать поворот и вот лед одна неприятная эта машина больше подходит для машины выходного дня ни коем случае но можно и на повседневе использовать да но все же на ней когда ездишь в обычном режиме то есть 60 40 сейчас уже по городу 40 ограничения и она теряет эти преимущества тупо вы едете по правилам да она мягче объедет тут лежачий полицейский чем-то какой-нибудь хэтчбэк там bc класса особенно скорость если вы прозевали его но в обычном повседневном городском движении и преимущество теряется ну так как на бмв тоже если ездить на ней тахометр в отсечку и педаль в пол туда вы понимаете что такое бмв весь кайф ловить и все остальное здесь тоже отвагу конкретно audi на quattro почему многие говорят quattro есть quattro что да она делает свое удовольствие это при прохождении поворотов на ней в повороты входить это просто удовольствие можно делать это говорится бесконечно по двухлитровому тфсаю во-первых жор масла тоже всем известно повышенное нагарообразование ну и пропуске иногда по зажиганию возникает что когда большой масложор масло попадает на свечи и пропуски по зажиганию происходит клинят заслонки впускного коллектора изнашивается толкатель тнвд я на 8 до 4 это рассказывал наш это толкатель и бензин и масло начинает попадать так что смотрите чтобы в башку на хрен не оторвал от излишнего давления кстати чем растягивается цепь грэма нужно менять вместе с помпой в комплекте и разумеется катушки свечи ну такие стандартные бензиновые проблемы хотя его масложора хватит за глаза шутму доктор с таким двигателем с большим пробегом и я знаю таких владельцев у которых там за 200 тысяч пробеги и у них проблем как таковых нет по большому счету есть умеренный масложор но не более того там они уже рассчитывают что для меня это караул конечно как как и для вас кто будет писать в комментариях для мета недопустимо как для дизелисты потому что таких масложоров ну не сталкивался с дизелями но человек рассчитывает что за 8-10 тысяч у него там сожрет там пару литров блин и пару там а литров может даже до 4 а может и больше у кого каждый мериться по-своему и каждый по-своему это относится кто-то относится философски ну жизнь такая и так далее и тому подобные вещи по большому счету у всех бензиновых моторов одна проверить две проблемы возраст и пробег это первое а вторая то что из-за плохого качества бензина форсунки забивается начинают переливать за то что переливают выше температура в цилиндре выше температура в цилиндре повышенный износ а блоки алюминиевая не ремонтопригодные 2 и 4 бензин в 6 кстати с распределенным впрысками самый массовый двигатель на этих машинах самый массовый 2 и 4 сам надежный 30 дизель 2 и 4 в 6 бензиновый алюминиевый блок также задиры в цилиндрах масложоры растяжение цепи то все таки тоже катушки проблем по катушкам все стандартные тут бензиновый набор этих двигателей варим в авгарских тех лет как отличить распределенный впрыск от непосредственно на распределенном форсунке вертикально торчат возле впускного коллектора не явно видны вот эти торчащие головы на непосредственном так визуально незаметно если на картинке посмотреть то можно увидеть 2 и 8 в 6 с непосредственным впрыском устанавливался и в рестайлинге и в доресте он устанавливался и по большому счету проблемы те же растяжение износ тоже натяжителей растяжение цепи нужно цепи также менять не забывать про них также задиры в цилиндрах забивающиеся илющие форсы фазорегулятор изнашиваются также со временем и опять же нагарообразование по большому счету те же катушки все одни и те же проблемы и 32 файсай точно такие же 30 в 6 бензиновый 218 лошадиных сил мощностью двигателя было он тоже с алюминиевым блоком и они трескались из-за перегрева двигатель боится перегрева но он меньше уязвим в плане задиров и зальющих форсов потому что у него чугунные гильзы и он не так боится этих проблем но опять же возраст и пробег носят свои коррективы и это его хваленая надежность в сравнении с конкурентами бензиновыми все равно тухнет сечением времени и пробега и безжалостных владельцев по мелочам вентиляция сальники текут но такие проблемы где-то переревает кота форсунка но вот ничего серьезно единственно что грэм у него ременной да но помимо этого на головах тоже установленные цепи то есть коленвал с выпускными распредвалами связан ремнем а распредвалы в свою очередь между собой цепями и многие забывают про замену цепи и гидронатяжители этой цепи поэтому про это не стоит забывать и нужно менять из-за этого да и дизеление все побочные эффекты происходят 3.0 tfsi v6 только в рейсе устанавливался и по сути дела он имеет те же проблемы что у бензиновых атмосферных собратьев задиры в цилиндрах лющие форса все это понятно но кроме того масло жори виноват еще и маслоделитель тоже брал на себя грешок помпой тнвд не отличаются большим ресурсом и также растяжение цепи все то же самое поэтому больше внимания нужно уделять этому двигателю и про 42 1 с распределенным впрыском алюминиевые в 8 335 лошадиных сил мощностью привод грм ременной с двумя цепями как у трехлитрового 6 и здесь задир не так часто встречается на удивление в видимо из-за того что крутящего 430 на низах крутящего хватает и на 42 меньше дубасит снизу захватает узко ускорение на бензинках менее объемных видимо больше газону может из-за этого я не знаю но все равно задиры встречаться по-любому потому что редкая замена масла экономия на масле люди шманы задиры все равно приходит рано или поздно со временем они объявляют о своем наличии с 2006 года уже начали устанавливать 42 фсс непосредственным впрыском уже 350 лошадиных сил мощности уже цепной привод грм 350 лошадиных сил 12 5 степень сжатия 12 5 на атмосфере то есть по-нормальному ему нужен только 98 бензин опять же кто 98 когда лил особенно когда у нас не на каждой заправке есть 98 по нормальную с нашим качеством топлива нужно то сотой лить вот и поэтому 42 это самый крутой двигатель бесспорно но и двигатель с которым особо не нужно машину брать все в обслуживании он еще дороже чем в 6 паша еще по одному горшку больше с каждой стороны и большая степень сжатия или еще форсунки по таким давлением короче износ будет космически просто его я бы не брал это мое личное мнение там происходит сбои впрыска также задиры растяжение цепей все то же самое вот с нуля и топить нельзя потому что степа не выдержит ну как же приятно ехать на новой сцепи все новое так сейчас машина стояла и шелестит чуть-чуть это где здесь дизельный звук но нет этого грохота цепи вот этой ауры симфонического оркестра от этой ерунды нету тормоза клевая конечно это преимущество этих машин но все равно больше червонца рассчитываете на более живой автомобиль в плане покупки и доводки дома да можно в принципе двухлитровый дизель взять там примеру такой снимал в основном люди такие машины покупают ради того чтобы насладиться комфортом они для езды потому что к примеру чип этой машины она прет да очень хорошо но проблема то что-то полицейские то крутые повороты слепые то есть реализовать мало где возможно эту мощность но машина конечно же крутая насчет насчет звука в салоне сзади банок нет здесь практически промо прямо ток и но не знаю ли микрофон передает но здесь при приятный такой глухой звук просто знаете как но но не не нет этого как у субару старых этих что звук слышно два квартала по коробкам у нас шестиступенчатая механика были тип троники шти шестиступенчатые и мультитроники мультитроник на переднем приводе а механики на переднем и на полном как у нас квадро добродушный торсон неубиваемый как многие любят говорить и тип троник шестиступенчатый когда автомобилю до пяти лет и чуть больше кто-то жирнейший минус в бизнес-классе хочется автомат уже не дергать эту ручку автомат хочется но когда машине уже 15 лет это жирнейший плюс потому что шестиступенчатым тип троником да он хороший надежен еще не проблема не скажет но с возрастами пробега вам нужно полтора-два куска держать на ремонт коробки большому счету да вы скажете здесь а сцепление на механике ты не считаешь сцепление стоит равно дешевле чем поменять перепотрошить полностью коробку автомат или лучше другой вообще тип троник найти с меньшим пробегом сюда установить любом плане хотя надо к мозгам двигателю касал лучше этот уже липать то более геморрный процесс мультитроники лучше вообще не брал бы машинам уже немало лет они ходят 250 тысяч километров мы в пробеге уже за 400 и пискать вариатор да он цепной он якобы долговечный все но в любой момент может сломаться поэтому лучше все равно механики и я ездил на audi a7 с трехлитровым дизель уже я 897 следующей серии там был и стройник и после стройника тип троник 6 ступенчатый такой туповатый вот я сейчас ездил на механике да где-то может я медленнее переключусь чем автомат спорт режиме тип троник но вы постоянно в спорт режиме не ездите вы так быстрее ушатать свою коробку а в драйве все роту пизна чувствуется переключился потом план начинает тупизна задержки это чувствуется это бросается в глаза на стройнике этого нет чувства бесконечного ускорения как будто вы на вариаторы безступенчатом едете разгон постоянно в постоянном моменте и тип троник уже выпадает . по скорости переключения передач по мне либо механика и меня это не смущаю что надо щелкать передач либо и стройник я больше люблю удовольствие за рулем и ускорение конечно после 65 попадаешь другое царство лучше все продумано красивее выглядит много новых решений конечно это не так устарейший выглядит уже на сегодняшнем мере несмотря на то что первым машинам уже 18 лет да это все красиво добротно электро ручник нововведения ммай в то время до можно управлять навигация аудиосистемы климат-контролем пункты управления меню ммай от можно джойстиком классать можно нажимать на кнопки как вам удобнее быстрее от все отражается на ммай навигация информация по автомобилю радио сиди отправление звуком на аудиосистеме ммай была черно-белая то есть красная как у нас под включение кнопка включение ммай бардачок открывался тоже с кнопки либо цветная но цветная это на тот момент цветная на на теперешнее время это трех или пятицветная была ммайка поправьте кто помнит по он трехцветным все таки на было разумеется есть круиз конечно не активный как современном мире хотелось бы уже активный но на тот момент такой хорош комплектация на средне до кожа рожа 250 тысяч родного пробега конечно руль уже под затерт видно что 250 тысяч наездил салон еще очень хорошо сохранился за это время с лановские сиденья очень круто с боковой поддержкой хорошо себя ощущаешь но все равно уже кожа со временем помята не мешало бы химчистку салонную сделать чтобы она посвежее выглядела покрасивее комплектация средняя двухзонный климат-контроль подогрева переднего заднего стекла подогрева сидений то есть по минимуму на тот момент не сказать что прям в топе но и по недостаткам владельцы заядлые фанаты а6 писали не один человек писал то что шумоизоляция конечно похуже чем у одежды 5 появляется уже больше скрипов сверчков особенно дверных картах возле дефлекторов обдувывать эти вставки алюминиевые скрипел подлокотник поэтому уже ну чуть-чуть похуже по качеству сборки но дизельные автомобили моторный отсек лучше шумоизолированным чем на бензиновых автомобилях то есть до шумоизоляция слимеры шумомером шумоизоляция будет похуже чем цепятой на 6 но в глаза скажем а вернее в уши это не так бросается но все же как факт да ноги признают шумоизоляция похуже больше скрипов сверчков средних стойках в дверных картах вот но и опять же это зависит от того нас разбирался ли салон и сколько раз он разбирался если разбирался потому что многие все равно музыку меняют начинают прочие махинации вытворять то есть из-за этого на клипсы все рукой махали остальное держит все нормально скрипы так еще с постусторонней помощью человеческим фактором появляются в большее количество конечно трехспецовой роль мне больше нравится при спецовой руле и от него просто же кайфую да громкая связь управление аудио системой также торпеде приборка установлена от аудио q7 здесь управление меню бортовика который отображается и здесь конечно же кожа рожа все дела удобно места над головой достаточно преимущество универсала то что потолок идет ровным дальше в багажный отсек а в универс в седании он начинает закругляться и то есть теоретически головой в потолок она ударится это уже неудобно вот здесь с этим проблем нет обогревы задних пассажиров преимущество конечно перед бмв пятерка е60 то что здесь максимум устанавливался в 8 а там самый длинный двигатель а там ряд на шестерка то есть место в салоне здесь больше объем пространства салона больше чем у бмв потому что 6 котлов в ряд требует большего подкапотного пространства поэтому в бмв в пятерке сзади уже будет тесно сидухи будет где-то здесь а здесь уже еще почти 20 сантиметров до переднего сидения для аптечки к ваша гаджета два подстаканника все по-ваговски все типичные стандартно на тот момент на три зетка для зарядки в ваших гаджетов ну в бизнес классе тех лет не сказать что здесь прям шик нет массажа вот этого всего нету чего хотелось бы конечно хотелось бы еще и холодильник как премиальных седана который у нас тоже были на канале но прятана конечно очень хорошо и конечно преимущество полного привода тот я спокойно себя чувствую в поворотах я иду и не заморачиваясь но по большому счету в городе да там полный привет мало кому нужен пошла на переднем приводных машинах все равно уже везде тачки на колесах стоят осчитывают скорость уже эти пробуксовки все это и все колеса с одинаковой скоростью вращаются ну система сама отрабатывает чтобы не было пробуксовок и всего то есть я к примеру на своей машине мне ну трогай спокойно нигде на не буксанет но мне по большому счету он не не нужен я к чему веду а гнать такую машину в лес теоретически возможно мучить но я честно говоря его не погнал я где-нибудь здесь на обочине поставил бы и пошел бы пешком куда мне надо если там куда гонять собирается вот что тупо жалко машину для таких целей использовать но уже когда к трем тысячам оборотов приближается даже не на такой глухой звук выхлопа такое рычание на низах но она меня не глушит и сумасшествия нету в моей голове все четко нормально ну и что здесь еще говорить 16 рычагов хорошо машина отрабатывает я мы особо не слышны можно еще поставить вот 17 18 некоторые грешат большими катками но профиль пошире еще будет мягче машина можно и колеса подспустить еще мягче ну можно сделать баржу конечно верх комфорт это 8 на пневме это конечно бесспорно но смотря кто на чем есть но ехать на ней приятно стрелка ложится только в путь что 100 120 что 220 стрелка одинаково опускается но к сожалению здесь не особо есть где реализовать минус 3 минус 4 гололед на асфальте то есть я не хочу чтобы это видео было последним вот но идет она очень хорошо и не принуждено все раскручивается машина супер но здесь такая грусть нападает в том плане что если покупать его был во первых как я уже говорил надо найти нормальный вариант не ушатанный и по большому счету от что при реализовать эти эту мощность нужны тоже прямые дороги трассы и по стоимости обслуживания эта машина все равно не на каждый день как кому конечно по финансовым возможностям но это больше для души машина и по ценам наша машина стоила 10100 просили больше 11 за нее но было куплено за 10 100 по ценам я и дорестовая и рестовую буду говорить самая дешевая то конечно же дорест бензиновая с 3242 вот были бединки 24 самая дешевая с 32 фсай 2005 года машина 5000 долларов там за 400 километров пробега короче идеально автомобиль для проекта просто идеально если она не бита пошли любой автомобиль нужно покупать заводской геометрии если машина билась пошла геометрия заводская жесткость нарушена все лучше не брать такую машину вы будете просто как бездонную бочку топить деньги все толку никакого не будет они будут правильно управляться вообще сущность вага вот конкретно audi это на quattro влетать в повороты вот это просто пик удовольствия для этого и создана автомобиль с нарушенной геометрией такие трюки исполнять не сможет поэтому его лучше вообще не рассматривать разворачивайтесь и уходите поэтому но за этих 5000 долларов самое оптимальное это покупать его менять двигатель коробку пескостроить кузов полосе перекрашивать зависимости к тем косяки по но не однозначно будут машине уже 17 лет и так далее по нарастающей дизеля уже подороже самые дорогие то рестайловые дизеля с трехлитровым двигателями 2 и 7 там было за 16 500 за 16 тысяч долларов 4 2 продавал фанат есть хорошие до 42 фс и фанатский но фанат вам за дешево не отдаст тоже в районе 16 он просит так что такие цены и рассчитывайте при покупке такой машины вот 1720 где то пару рычагов надо будет поменять перспективе обработать кузов что-то уже из-за возраста положено уже антикоррозийку полностью днище стакана все это нужно сделать так что при покупке такой машины по нормально у вас должно еще три куска оставаться в кармане а на этом все кому есть что дополнить пишите в комментариях пообщаемся поспорим я надеюсь мне удалось так не углубляясь такие сильно подробности вам рассказать о нюансах этого автомобиля и примерно затраты которые вас ожидают и проблемы по большому счету покупая такую машину все же лучше смотреть сторону дизелей на то мое личное мнение по бензину только если фанат досмотрено как эта машина она куплена с первых рук не купили к это новой и сделал отец затем сын она наездила 250 тысяч километров родного пробега и сейчас у него только второй владелец несмотря на то что машины тысяч пятого года если вы найдете такой же бензин который обслуживался все нормально конечно загоняйте на диагностику проверять это ну такой бензин принципе можно взять теория это возможно на практике придется постараться и нервы себе испоганите немало спасибо большое за внимание ставьте лайки делайте репост и смотрите наши другие видео по вагу нажимайте колокольчик чтоб ничего не пропустить счастливо